С каждой минутой в современном информационном пространстве появляется все больше и больше новых данных. Как понять, какие из них могут пригодиться пользователю, а какие нанесут непоправимый вред? И как обезопасить себя и своих близких от вредной информации? Сегодня мы попробуем разобраться в этом вместе со специалистом Владимирского государственного университета Юрием Михайловичем Монаховым. Что включает в себя понятие информационной безопасности? Смысл понятия информационной безопасности один. И этот смысл сводится к тому, что информационная безопасность – это обеспечение состояния защищенности личности, общества и государства от всяких разных информационных угроз. Хотелось бы обратить внимание наших зрителей вот на что. В последнее время, в последние несколько лет, произошел сдвиг, условно говоря, поверхности вот этих вот угроз, то есть чему угрожают, с технической составляющей вот этих вот систем, да, типа интернета или там других каких-то информационных систем, на социальную, на человеческий фактор. То есть, если кто-то, возможно, из наших зрителей знает, что такое социальная инженерия, то сейчас вот практически все вот атаки, они имеют в своей подоплеке вот эту вот социальную инженерию. Что это значит? Это значит убедить пользователя что-то сделать, воспользоваться незнанием каким-то, да, некомпетентностью пользователя в каких-то вопросах и убедить отдать чувствительные данные. Или дестабилизировать его каким-то образом, там, дестабилизировать информационное, его психологическое какое-то состояние с целью, ну, я не знаю, инициировать там саботаж, а ты мне этого пользователя, ну и так далее. То есть вот такого рода атаки. И чем дальше, тем хуже, на самом деле, вот с этими атаками. То есть сейчас, вот недавно, буквально в декабре, вышла новая редакция доктрины информационной безопасности, которую подписал президент Российской Федерации. И в этой доктрине очень много пунктов посвящено не технической защите информации, а именно, вот, так сказать, методологии нейтрализации информационно-психологического воздействия, нейтрализации негативного информационно-психологического воздействия. Специалисты убеждают, опасны не сами социальные сети или интернет-сайты, а люди, которые выкладывают там вредоносную информацию. Если взрослый человек просто вовремя закроет страницу с неприятным содержанием или не станет вступать в подозрительную группу в социальной сети, то ребёнка, наоборот, могут привлечь кричащие заголовки с предложениями новых ощущений или запретных тем. Угроза-то ведь, она не только исходит, допустим, от технических, от каких-то объектов, она исходит в первую очередь от людей, от пользователей или там от злоумышленников. Нельзя говорить, что интернет вреден, нельзя говорить, что телевизор вреден, нельзя говорить, что социальные сети вредны, потому что они вредны только, допустим, ну в контексте чего? Что легче осуществить какую-то угрозу, легче там, легче обменяться информацией, легче проводить какие-то массированные рассылки, люди там чувствуют себя более анонимными, что ли, и в результате злоумышленники чувствуют себя более анонимными. Как же не попасться на удочку мошенников или злоумышленников, продолжая оставаться в информационном пространстве? Единого ответа на этот вопрос нет. Разберёмся на простых примерах. Ребёнок выходит на улицу, и он начинает думать, кому доверять, кому не доверять. Это ровно то же самое. И в целом успешность вот таких социальных взаимодействий, она обусловливается общим уровнем культуры. То есть насколько человек начитан, насколько человек информирован, насколько у него развиты социальные какие-то навыки, что он умеет общаться там с другими людьми. Человек учится проверять факты. То есть если ему кто-то пишет что-то, первое, тем более в интернете, первое инстинктивное такое, это, во-первых, посмотреть, кто пишет. Совершенно ясно, что, допустим, какие-то программы для накрутки голосов или для накрутки лайков и так далее, если кто-то их предлагает, то, скорее всего, они вредоносные. Это вредоносные программы там. Или, допустим, которые там позволят игры качать бесплатно. Думать самому, думать своей головой. Для того, чтобы думать своей головой, нужен определенный уровень культуры, который, я надеюсь, у нас до сих пор еще школа как-то прививает. Нет таких мер, что там, допустим, вот сделали контент-фильтрацию и все. Проблема в том, что контент-фильтрация, она не защищает от человеческих каких-то взаимодействий. Родителям нужно подготовить своего ребенка к тому, что не все информационные источники правдивы и безопасны, особенно в интернете. Поэтому не стоит полностью доверять новым сайтам, статьям и пользователям социальных сетей, которые пытаются добавиться в друзья, комментируют фотографии или предлагают вступить в какие-либо группы. В этом случае действует принцип «доверяй, но проверяй». Точно так же, как и в общении на улице, ведь мы не должны доверять незнакомцам какие-то личные данные. Юрий Михайлович, ну вот сейчас родители любят устанавливать различные блокираторы сайтов, для того, чтобы отфильтровывать информацию, которую получает их ребенок. А можно ли это как-то отследить вот с помощью мобильных приложений, то есть, грубо говоря, на отдельных устройствах мобильных? Некоторые люди пытаются отследить, при этом даже не спрашивая собственного ребенка, по каким сайтам он ходит. Попытка решить техническим методом – нетехнический вопрос. И этот нетехнический вопрос сводится к взаимоотношениям родителей и их детей. Насколько они позволяют своим детям что-то делать, насколько у них уровень доверия, в малой группе уровень доверия в семье. Нужно хотя бы вот самим отслеживать, что делает, собственно говоря, ваш ребенок, чем он интересуется в конце концов. Посмотреть, на какие сайты он заходит сам, то есть, что он вот как-то в ходе опроса, что он вам скажет. И дальше уже действовать по ситуации. Возможно, там родители посоветуют ему какие-то ресурсы, которые они считают безопасными там и так далее. То есть, просто так отфильтровать – это не метод. Потом, более того, допустим, вот есть Вася и Петя, они дружат, одноклассники. У Васи отфильтровали, у Пети нет. Что это значит? Это значит, что ту же информацию, но еще через одну стадию он получит от Пети. Функцию родительского контроля, конечно, можно установить на телефоны или планшеты с помощью различных мобильных приложений. Они не допустят ребенка к сайтам, на которых можно столкнуться с вредной информацией. Только вот современные подростки с мобильных устройств гораздо чаще выходят в соцсети, а внутри них родители не смогут установить фильтрацию. Поэтому оградить детей от нежелательной информации, которая может нанести вред их психике, действительно поможет внимание и доверие со стороны родителей. Информация, которая настраивает на агрессивный лад, вызывает беспокойство и мрачные мысли, может плохо влиять на психическое здоровье человека, особенно в юном возрасте. В медицине даже существует целый раздел – информационная гигиена. Он изучает, как действуют на человека разные виды информации и как можно оградить его от отрицательных воздействий. Этим вопросом только с технической точки зрения занимаются и специалисты по информационным технологиям. А что такое информационная гигиена и как ее соблюдать современному пользователю? Есть какие-то ресурсы, на которые мы не заходим, и есть какие-то люди, представленные идентичностями в социальных сетях, от которых мы не хотим информацию получать. А вот как вы выбираете ресторан? Вы же ведь только в определенный ресторан и ходите, вы не пойдете в какую-нибудь забегаловку, где там грязно, и бегают тараканы, и у вас есть средства для того, чтобы это идентифицировать. Проблема в том, что эти средства у человека, они появляются только с опытом. Отсюда вывод. Либо в случае того, что если вы что-то не знаете, да, какой-то информационный ресурс, посоветуйтесь с опытными людьми, у которых уже есть опыт, или руководствуйтесь какими-то внешними признаками. Ну, допустим, как вот выглядит ресурс? На нем куча кнопок скачать или одна кнопка скачать? Есть ли какие-то обороты на этом сайте, похожие на рекламный проспект? Есть ли отзывы других пользователей, которые, опять-таки, похожи на отзывы пользователя? Исследователи, которые занимаются информационной безопасностью в нашем городе и области, в данный момент изучают влияние на людей, комментарии в соцсетях. Какие из них агрессивные могут принести вред, а какие вызывают у пользователей положительные эмоции? Можно ли их отследить с помощью специальных программ? Достаточно трудно требовать полной автоматизации, да, то есть автоматические системы там не построишь. А автоматизированные, то есть где частично какие-то процессы автоматизированы, а частично они даются на откуп эксперту, это можно, в общем, сделать. Субтитры создавал DimaTorzok